Приветствую вас друзья, на повестке очередная свежая подборка, с вами новости UFC, ну и вы друзья, кто еще не подписан, подписывайтесь, жмите лайки, комментируйте и мы двигаем к подробностям. И в начале ролика у нас сведения, что случилось с забитым Магоми Шариповым. Известный заокеанский инсайдер Ариэль Хальвани назвал причину отсутствия российского бойца Забита Магомед Шарипова. Он отметил, что на сегодняшний день в истории UFC осталось то, что Забит просто исчез, находясь в топ-5 рейтинга дивизиона. Хальвани сообщает, что навел справки и ему сказали, что возможно причина заключается в морально-религиозной дилемме, с которой столкнулся Забит. Забит очень религиозен и похоже пришел к тому, что больше не хочет этим заниматься. Однако его брат дерется и он ему секундирует, что на взгляд Хальвани довольно интересно. Это то, что рассказал Хальвани. И вероятно мы так и будем гадать, чего мог добиться Забит в своей карьере, потому что его успехи были очень высоки. Также отметим, что ранее неоднократно сообщалось, что Забит занялся бизнесом, который приносит хорошие плоды. Ну а как все знают, сытый волк идти на охоту не будет. И именно по этой причине Забит оставил бои. Ну а еще ранее и вовсе было сообщение, что у Забита какие-то серьезные проблемы со здоровьем. В общем, фанатам остается гадать, поскольку сам Забит никак не дал о своем отсутствии комментариев. Ну а далее у нас популярный американский боец Шон Умели, который уверен в том, что объединительный бой между Петром Яном и Алджемейном Стерлингом мог сложиться иначе для россиянина, если бы он секундировал ему в данном поединке. Умели считает, что Петр был излишне эмоционален и кто-то в его углу должен был Петру сказать. Петр, остановись, приятель, попридержи коней, я должен был ему секундировать. И принимаю это поражение как свое собственное. Это была моя вина, сообщил Умели. Ну а далее известный российский тяжеловес Сергей Харитонов высказался о поединке Петра Яна в реванше против Стерлинга, посоветовав ему исключить из команды людей, которые утверждают, что Петр одержал победу в поединке реванша. То, что я сказал в интервью, я могу сказать еще 30 раз. Его товарищи по команде, которые после боя ему говорят, что он выиграл, но его засудили, на самом деле роют ему яму. Сейчас он приедет в Екатеринбург, ему еще один автомобиль подарят и будут на руках носить. Вот это его портит. Человек немного оторвался от земли. Я это говорю, чтобы он меня услышал сейчас, потому что, как я уже сказал, надо не болтать, а тренироваться. Я реально говорю, Стерлинг слабее Яна раза в три по всем показателям, но он сделал все для того, чтобы победить в этом поединке. Все сделал очень грамотно и красиво. Кто бы что ни говорил, Стерлинг победил в этом бою. Также Харитонов высказался о Малыхине, заявив, что Анатолий Малыхин сидит в 1FC, потому что там можно колоть все, что угодно, гулять по полной, потому что в 1 нет никакого нахрен допинг-контроля, заявил Харитонов. Ну и мы двигаем дальше, и у нас Магомед Исмаилов называет условия боя с Вячеславом Дацико. Мага заявил, что у Дацико запланирован бой с его братом Вагабом Вагабовым, и если Дацико удастся простоять с Вагабом три раунда, то Мага после боя с Шлеменко даст возможность Дацико. И получается это как в игре. Вагаб – босс, а если Дацик пройдет его, то встретится с главарем, имея в виду себя, заявил Мага. Ну а далее Гилберт Бернс рассчитывает на реванш в ближайшее время с Чимаевым, заявив, что они еще не закончили. Однако отмечает, что Хамзат поднялся в рейтинге и сейчас, вероятно, подерется с Ковингтоном. Но Бернс надеется, что Хамзат ответит любезностью на любезность, потому что Бернс был вторым и дал шанс Чимаеву, который был одиннадцатым в рейтинге, показав, что никого не боится. Однако Бернс хотел пятираундовый бой, но получилось, что дали только трехраундовый. Теперь Бернс надеется, что Хамзат даст ему реванш в ближайшие три поединка. И после того, как Чимаев встретится с Ковингтоном и выйдет на Камара Усмана, в следующем поединке даст реванш в пятираундовом бою. Потому что Гилберт считает, что их бой должен быть пятираундовый и кто-то должен одержать именно досрочную победу. Хамзат сразу дал ответ Бернсу коротко и ясно. В пятираундовом поединке я заберу твою душу. Скоро увидимся, парень. Написал Борс. Ну а далее боец UFC Крис Барретт вспомнил спарринг с непобежденным экс-чемпионом UFC Джоном Джонсом, когда Джонс был еще полутяжеловесом. Я спарринговал с Джонсом, когда я весил 136 кг. Он тогда был еще полутяжен. И он бросил меня прогибом скручиванием через грудь, как будто я весил 59 кг. Я такой, да ты не такой, как все. Ты другой мужик. И мне было очень интересно посмотреть Джонса в тяжелом весе, рассказывает Крис. Но и далее стали известны причины, что случилось с Хамзатом Чимаевым и что повлияло на его выступление. И об этом рассказал экс-двойной чемпион Даниэль Кормье. Одна вещь, о которой мы не говорим, заключается в том, что Хамзат Чимаев мусульманин. Я точно знаю, что сейчас он соблюдает пост, несмотря на то, что ему предстоит выйти на самый большой бой в своей карьере. Рассказывал Кормье за несколько дней до турнира UFC 273. «У меня жил один парень, который соблюдал пост, и он тогда едва мог бороться. Тот факт, что в настоящий момент Хамзат Чимаев продолжает тренироваться и готовится к поединку на таком высоком уровне, лишний раз говорит о том, каким жестким человеком Хамзат является», — рассказал Даниэль Кормье. Ну а далее сообщается, что директор UFC Андрей Громковский покинул Россию после начала операции на Украине. Также отметим, что UFC Russia практически прекратила свою деятельность в России. Компания сообщила официальному телетранслятору о прекращении проведения поединков в России. Ну и в завершении, Ислам Махачев отреагировал на желание Волконосского получить бой за титул в легком весе. «Попридержи, конейка в бой, в твоем дивизионе полно молодых акул. Это больше, чем достаточно, чтобы оставаться при деле. Титульный бой в легком весе принадлежит мне», — написал Ислам. Ну и на этом, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу. С вами, как обычно, новости UFC. Поддержите ролик лайком, подписывайтесь. Также подписывайтесь на другие платформы канала Telegram и ВКонтакте. Не забудьте оставить любой комментарий для продвижения ролика. Ну и до встречи в следующем выпуске. Мирного неба вам над головой. Добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok